Ксения на восьмом месяце беременности. Путёвку в санаторий ей предоставил фонд социального страхования. Женщина обрадовалась. О лечебном учреждении слышала только положительные отзывы. Хвалили. Едь, конечно, однозначно. И питание там хорошее, и процедуры хорошие. Восстановят всё, и беременность сохранишь. Отдых Ксении омрачало только местное питание. Через две недели после посещения столовой женщина почувствовала себя плохо. Нам вместо узвара четыре дня подряд подавали свежие арбузы. И вот на второй день у меня случилась жуткая интоксикация. У меня было сумасшедшее отравление. В очередной раз, когда Ксения засомневалась в качестве еды, решила вместе с другой пациенткой Ольгой письменно пожаловаться руководству. Вместе с ними в этот же день претензии к еде высказали ещё несколько беременных. Когда мы составляли акт, девчонки, которые подписывали его, дополняли даже, кому что встречалось, кому были насекомые в пище, кому еда была низкокалорийная, кто-то не наедался тем, что подоевался, кому-то жирная колбаса. Этот акт администрация подписывать отказалась. А когда женщины пошли со своей жалобой к главному врачу, разразился настоящий скандал. Она нас категорически принимать отказалась. Через секретаря передала, что нет, ни в коем случае. Но когда мы сказали, что мы всё-таки подождём, выскочила и, прости господи, матами не хочу говорить, какими и не буду, чуть не спустила нас обеих со ступенек. Прибежала её начмед, её зав, и сказала прямым текстом, будешь выделываться, сейчас вызовем тебе бригаду психиатрической помощи. О своей истории Ксения рассказала прессе. На визит журналистов руководство учреждения отреагировало лучше, чем на жалобы пациентов. Ольга, которая всё ещё оставалась в санатории, сразу же заметила изменения. После визита журналистов, буквально на днях, порции существенно изменились. Они стали больше, насыщеннее. Качество остаётся тоже. Руководство санатория комментировать этот конфликт отказалось, ссылаясь на отсутствие главного врача, которая ушла в отпуск сразу же после скандала. Но в ответе на письменный запрос нам сообщили – питание сертифицированное, а все блюда готовятся с соблюдением необходимых технологий. Кстати, каждый год Фонд социального страхования закупает за бюджетные деньги путёвки для запорожских беременных у этого санатория. Он входит в частное акционерное общество «Приазов Курорт». За путёвку Ольги государство заплатило около 8 тысяч гривен. В эту стоимость входит и обещанное на сайте учреждение «Качественное питание». Что касается конфликта между пациентами и администрацией, его руководство и вовсе опровергает, как и наличие в санатории любых жалоб на питание за последний месяц. Тем не менее, пока мы ждали ответ на запрос, оказалось, Ольгу из лечебницы выгнали за нарушение санаторного режима. И я нахожусь 4 августа, уже одни выходные прошли. Я покидала санторий с заявлением. Не было никаких вопросов ни от акушерки, ни от врача. В этот раз, когда я оставила заявление, мне позвонила акушерка с вопросом, где вы находитесь. Я говорю, я нахожусь дома, заявление в папке находится, которое лежит на столе в общем коридоре. Она меня услышала и на следующий день мне позвонила и попросила приехать за выпиской. Несмотря на свой уже немалый срок беременности, Ольга не намерена спустить конфликт на тормозах. Уже сейчас подготовила иск в суд на возмещение морального ущерба. Екатерина Свериденко, Эдгар Копытов, ТВ5